Зачем нужны парковки на проспекте Мира? Самая высокая концентрация объектов культурного наследия находится на проспекте Мира. Самая высокая концентрация объектов сервиса уличного находится на проспекте Мира. Рестораны, кафе. И у нас улица, по которой огромное количество трафика, невероятное количество, идет просто мимо. Это неправильно. Поэтому наша задача парковки, они решают две задачи. Они дают возможность людям просто приехать на проспект и получить те услуги, которые там есть. И вторая задача – это снизить пропускную способность. То есть те, кто думают, что ну как же, она же ехать перестанет. Да, она перестанет ехать, и слава богу, она не должна ехать. Люди сразу же перестроятся, они перестанут по ней ездить. Люди будут ездить по Мира, Маркса, там у нас есть пара Республики Лебедь. Как в Красноярске появляются гетто? Идет отток населения. Люди купились на низкую стоимость квадратного метра, пожили два года в ужасе в этом. И даже прекрасный вид из окна поменяли на более комфортное жилье в другом месте. Соответственно, цена этой недвижимости падает, ее населяет более маргинализированное население, которое может себе позволить это купить. И, соответственно, происходит геттоизация. Как бороться с гетто? Эту застройку достаточно простыми методами можно привести нормальное качество. Поработать с самими квартирами, с жилыми единицами, поработать с пространством вокруг этих зданий. За счет того, что эти здания имеют достаточно такой человеческий масштаб, это обычно пятиэтажки, да. Из этого можно сделать нормальную среду. И это вот рецепт, как уйти от того, чтобы эти дома превратились в гетто. Зачем нужна градостроительная концепция? Стратегия развития города, которая сейчас, она не весьма внятно сформулирована. Или вообще не сформулирована. То есть этот тезис Красноярск-город, согласие, партнерство и согласие, что-то такое, да. Город инноваций, партнерство и согласие. Он, в общем-то, рядовому Красноярску ни о чем не говорит. И непонятно, в какую сторону город должен развиваться. Что с ним должно происходить. Какой будет новая иллюминация? Это будет иллюминация уже более современная. Безумных растяжек там с какими-то... Каждый столб является произведением искусства. Это, конечно, идет в прошлое. То есть это будет более цельное решение. И долго обсуждали также с профессионалами, слава богу. И пришли к каким-то, на наш взгляд, выверенным уже стильным решениям. Ну, и будет еще много сюрпризов, связанных с подсветкой объектов, с световыми шоу в городе, в том числе на Новый год будет. Ну, тут я пока... Сюрприз есть сюрприз. В это время все все увидят и знают. Сюрприз есть сюрприз.